Мы в Сигирию приехали. 10,920 рупи на двоих получилось, разделите на 3, получится сумма в рублях. А вот и стоимость за человека входа, билет взял, 5,460 рупи, делите на 3, цена за человека вход. Я имел ввиду на 3, делить это в рублях получится сумма. Это построили в 5-й век нашей эры, король Ашин, потому что король Ашин построили, это крепость, в зердийный город Инсибири. Убила три столиста. Первый столиста Анурадапура, и второй Полонару, и последний Канди. Но Каша покорол, он первый будет Анурадапура, и убил Аса. Аса убил, и боялся его брат, и посоль не построил крепость, очень боялся его брата. Что они делят, вот этот канал белорусной, вокруг крепости и крокодилей. Вот сейчас есть. Есть крокодилей? Да. Мы построили два канала и три сада, потом я покажу, и два двора есть. Но вниз три сада, водный сад, каменный сад, террасный сад. Но водный сад территория была бассейн, фонтаны и ванны. Сад камень, много грот, и террасный было много зданий, святых. Были. Эту воду, и собирают доставливая вода наверх, там полтора гектара. Сколько звезда? Полторы гектар, наверх, было двухкэтажный двор есть, и большой бассейн, два вода холиша. И собирают воду наверх, и потом бамбуковая труба на 100 метров, и потом сад террасный, сад камень, сад водный, была под землей терракотовая труба. Но до сих пор растала терракотовая труба, и до сих пор работает фонтан. Пятый год. А что значит терракота его? Терракота его? Глина. Ну, по коше и как кирпичом. Глина, глина, терракотовая. А, понятно, если я ясно, просто терракот цвет. Да. И вода была каскад, и давленный фонтан, теперь бассейн, сад водный и канад. До сих пор растала терракотовая труба без реставрации. Три дороги, сападный, юг и север. И поднимается сападный ход, и второй юг, лев, и назад кобра в сторону. Три дороги, три символы, и слон, лев и кобра. Двести метров высота, природная скала. Не пошли, двор есть самый вверху. Я скопаю бассейн. И ступеньки, это марамар. Пятый век. Билат, поэтому марамар, пятый век, без лампы. До ночи, и от луны, и светло. Ну, видно было. Сейчас ремонтируют, все копают под охраной. 38 лет назад, ЮНЕСКО охраняют. Они до сих пор ремонтируют и раскопают. ЮНЕСКО. ПОСАЛЮСКО. Тут собачки охраняют. Собачки жужи. Это западный вход. Это западный вход. Да. На право. ПОСАЛЮСКО. И вот все построили в пятый век. И семь лет. Построй. Он правил восемнадцать лет. Хорошо, пожалуйста, посмотрите на правую сторону. Это пятый век. Это название водный сад. Сад водный. Было много ванн. И четыре бассейна, и фонтан. Не воду. А в правую сторону раскопки ЮНЕСКО 38 лет назад. А не раскопки ЮНЕСКО. Только правая сторона. И на левую сторону не трогают. Под земля. Вот. Такое было. Одинаковое. Сад водный. Правый и левый. Симметричные. Но еще левую сторону будут. Раскопают. Раскопают. Это старые. Кирпичи старые. Без феставрация. Кирпичи делят глина. И формы. И обжигают. 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 Полгода. Король наверху был. Когда время дождь. Дождь. Король наверху был. Сами. Да. И без. Дождь. И. Внизу. Направо два бассейна. Левая сторона два. Это для окупайцев. Молодец. Вечером король сидел на троне. И облюдали, как купается его на лоске. Дома четыре бассейна. Право и лево. Как говорили, дождя не будет. А нам пенегали, да? Гора Сибири. На нее надо, Светлана, сфотографироваться обязательно. Для красоты и воду. Это очищает воду. Пожалуйста. Лили это чистая вода. Очищает. И фонтаны. Я покажу там дальше. Без дерева ничего. Только много зданий было. Вверх, вниз. Помните. Сейчас разрушили. А что, мы навек заберемся, что ли? Мы навек заберемся. Да, как хочу. Как раз вес бросишь. Король не песком, а? Король насилий. Короля. Спасибо. Термит и вон. Термит и вон. Очень крепкая глина. Но как была эта семента. В пяти века без семента они использовали глина и термитники. Какrait, как одна стекатурка. Как только. Пять века. Большойule. Машина. и останься здесь обратно если не пойдешь дальше то показать ему, что ты обратно ничего, Светка, осили мы с тобой эту вышку ну ты сумку тогда понесешь, что я не смогу а он, джентльмен тебя на руках отнесет сколько этажей, тут наверное этажей 20 да? 20, а 15 а я на этот, на какой-то, на 12 этаж доходила, чуть не померла а тут вот этажей передышками передышками, зайка 10 метров прошла, 1 метр отдохну давайте мы потихоньку поднимемся давайте мы потихоньку поднимемся вот один грот направо во время король там рисовали фрески фрески это рисовать полголи сейчас нет здесь, потому что после король будет монахи медицировать монахи и фрески убирают и потом они медицировали но осталось около 18 фрески я покажу через 20 минут но как можно подниматься и посмотрите на фрески было 500 фрески осталось 18 ок ступеньки мокрые и скользко но пятый век они вот такие ступеньки это ремонтир было три ступеньки и потом большая площадка три ступеньки площадка потому что король Кацеп они песком не носили короля не до век только половина и потом он сам ходили вот тут три ступеньки и площадка как они переступали поднимали выдачи ок пойдем дальше поднимали 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 это природная арка обалдеть как красиво тут много ступенек скорее всего наверно туда мне думается светлана кстати он из нашей команды он туда пошли прямо не думает что тут скорее всего наверх слава хотя туда тоже люди пошли и а и и и и и и и Светланка, доставай фойтик, смотри, какая красота отсюда. Пятый, слушай меня, пожалуйста, поднимается вот винтовая леценция, там грот и фрески. Просто посмотрите, нельзя фотографировать. Там нельзя фотографировать? Смотрите, и одна винтовая леценция поднимается, и вторая винтовая леценция обратно. Хорошо? Хорошо. Фрески не разрешают снимать, поэтому не снял. Зато здесь смотрите, как высоко подниматься надо. По винтовой лестнице здесь очень долго надо идти. Вы идти там тоже поднимаются. Так что будьте готовы на такие трудности, чтобы идти на эту экскурсию. Конечно, люди поднимаются, рисовали фрески. Такая лестница, или ступень, как бамбу, и рисовали фрески. Но король, не могу, они поднимаются вот бамбукой. Вы видите, вот это фрески, но полгода король внизу. Но вечером от солнца попадает фрески, и потом отразятся на воде, на бассейн, вниз. Сейчас осталось восемнадцать, без реставрации и краски натуральной. Фрески не рисуют на стикатуре, потому что называется фрески. Хорошо. Вот эстена тоже была пятый век. Мы построили кирпичом. Используют глина, песок, кольца, рисовая мука, и мед отполировали. Это называется зеркальная стена. Вот посмотрите, вот эстена блестит ли, зеркальная, была очень гладкая. Поэтому называется зеркальная стена. Вот как был, вот там, вокруг, на горе, была такая фреска. Король, только носили половину площадки, потом он сам один. На вверх, и от солнца попадает фрески, и отражается на зеркальная стена. А там первая лестница, это новая, а вторая старшая, вторая. Какая? Вот эта? Это вельтвая лестница построили англичане. Ну я смотрю, на первой лестнице вообще... Первая, это 22 года назад построили... Обновили. Угу, ЮНЕСКО. Вот это построили англичане, второй. Для бамбука. Окей? Окей. Вот, пожалуйста. О, говорят, еще лучший вид есть. Мы прямо в облаках находимся. Сейчас еще дождь идет. Ну там озеро. Это для охраны. Охрана здесь была, да? И камень большой. А, видим, да? Подпорки. Это называется катапульта. Дойдут на войну, да? И подпорку брает, и камень скидывает. А зачем скидывает? Так, так, войны, на войну. А, на войне. Давай, ты готовился, если пока нет народа. Да нас путут. Продолжаем заниматься фитнесом. О, у нас туда сейчас лезем. Видите, как высоко. Ого, какие лапы огромные. Это лев, да, наверное? Ого, нам еще куда идти, смотрите, как высоко. И обратно. Ага. Хорошо, только стал фундамент и бассейн. И можно. Какой мы путь поевдолеваем. Еще высоко-высоко путь. И, бля, какого. Это, как я сказал, Курюк. Ага. Ласт. Красотища. Ну, чтобы ее посмотреть, здесь надо попыхтеть немного, чтобы подняться. Привет. Сколько здесь 200 метров высота у нас? Ура! И прыгай туда бонзай. Светлана, ты прыгать будешь, да? Как с тарзанки? Давай, поехали. Внизу увидимся, я по лестнице спущусь за тобой. Вот это 1102 ступенька, последняя, куда мы сейчас забрались. Видите, где девушка стоит? Места обалденно красивые, рекомендую. Это озеро. Бассейн 2 метра глубина. Бассейн 3 метра глубина. Субтитры делал DimaTorzok Жалко, конечно, солнца нет. Здесь, как видите, туман. Были бы, конечно, видео вообще потрясающие, если бы здесь не было бы такого сильного ветра. Субтитры делал DimaTorzok Вот это трон, да? Да. На крыше, да. И было танцевальный зал. Да. Здорово. Дискотека. Дискотека. Барбан. Давай. Нет, я снимал, когда шел наверх. Еще вниз будем спускаться. И вон, смотрите, сколько сейчас спускаться еще вниз. Ого-го. Так, что это? Для фитнеса отличная экскурсия. Рекомендую. Вон там, видите, мостики идут еще. Субтитры делал DimaTorzok Варанов все видели, да? Нет. Там варанда? Да. Варана, буана. Андрей, где ты, когда надо варану показать? Ну что такое-то? Ты где раньше-то был? Молчал. Крикнул бы все сюда. Сейчас прошел сильный дождь, а мы по этим лестницам поднимались. Представляете, каково людям, которые должны туда подняться или будут спускаться вот с этой высоты вот. Туда ползти и ползти фиггама сколько. Заехали, на все включено, 1200 рупий на человека стоит. 1200 рупий делите на 3, будет сумма в рублях. Сейчас заценим, что здесь у нас на форме. Вот так, суп есть. Давайте посмотрим, что нам тут предлагают. Ладно. С этой будем. О, очки есть. Надеюсь, хватит. Тут жарят блины или что. Привет! Вот тут еще бананы есть, я думаю и чай естественно будет все такое. Вот набрали все уключено Светлана, приятного аппетита. В следующей серии мы с вами отправимся в Золотой Храм в Дамуле. А кому понравилась Егерия, лайки и комментарии приветствуются, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и вам будут приходить уведомления о моих новых интересных видео и прямых трансляциях. Всегда сможете задавать вопросы онлайн, в прямом эфире. Вот, ну давайте, всем до новых встреч на одном месте.